Коллеги, добрый день, всем привет! Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на очередном нашем вебинаре, посвященном автоматизации транспортной логистики. Поставьте плюсики и огонечки. Ага, вижу, вижу, вижу. Слышно, видно нас хорошо. Сегодня с вами буду я, Мазура Владимир, менеджер по работе с клиентами компании Аксилот и консультант отдела транспортной логистики Верхов Виктория. А поговорим мы на тему, как оптимизировать Капекс и ОПЕКС с Аксилот ТМС. Так, сейчас еще буквально минуту мы подождем всех тех, кто к нам спешит, потому что регистрации было очень много. Я вижу, что еще не все подключились. Так, ну, пока я немножко расскажу о тайминге нашего мероприятия. Вначале я коротко расскажу о нашей компании и о том, почему мы считаем, что можем говорить на тему оптимизации затрат на транспортную логистику. Затем перейдем к сути встречи, где Виктория расскажет о том, как Аксилот ТМС позволяет оптимизировать затраты на транспортную логистику. И в конце мы подведем итоги и ответим на все ваши вопросы. Кстати, для тех, кто не знает, сверху в углу у нас есть специальное поле для вопросов. Пишите их туда в любой момент эфира и в конце мы обязательно на них ответим. Так, ну, я думаю, можем начать. Итак, почему вообще мы можем рассуждать на данную тему? Мы работаем на рынке IT уже 25 лет и наша специализация – это реализация проектов полного цикла по автоматизации процессов складской и транспортной логистики. Говоря о проекте полного цикла, я имею в виду следующее. У нас есть направление, отдельное бизнес-направление, Аксилон Кацал, которое занимается проектированием и оптимизацией бизнес-процессов. Зачастую нет смысла заниматься автоматизацией, как есть, потому что это не принесет должного эффекта. Поэтому мы, многие наши проекты, начинаем именно с пересмотра бизнес-процессов наших клиентов. Затем мы приступаем к автоматизации уже отлаженных бизнес-процессов. Здесь важно отметить, что мы сами являемся разработчиками тех решений, на базе которых мы ведем наши проекты по автоматизации. За время суммарного существования нашей компании мы разработали и вывели на рынок уже 5 поколений ВМС и 5 поколений ТМС решений. В нашем портфеле более тысячи реализованных проектов в России и странах СНГ. Мы видели очень много бизнесов изнутри, и поэтому знаем процессы любой области, любой отрасли. По версии независимых исследований, уже более 12 лет мы являемся безусловными лидерами российского рынка по автоматизации логистических бизнес-процессов. Также мы разработали собственную логистическую платформу Axelot SCM, которая включает в себя следующие продукты. Это Axelot DOM, система распределенного управления заказами, решение ВМС для автоматизации складской логистики, ВОЗ для автоматизации складских операций, то есть это решение для каких-то складов с простыми бизнес-процессами, модуль ВСЕ для интеграции роботизированного оборудования, ТОС для управления контейнерным терминалом, также у нас есть платформа для разработки мобильных приложений. Кстати, все наши решения входят в реестр отечественного ПО. И, собственно, ближе к теме, наше флагманское решение для автоматизации транспортной логистики TMS X5 с подключаемыми модулями. Это Axelot Maps, наш картографический сервис, SCAP-модуль для автоматического планирования цепочек поставок и RTVP, это онлайн-мониторинг транспорта. И сегодня мы поговорим о том, как вы можете снизить свои операционные затраты, используя наши решения для автоматизации транспортной логистики, а также как повысить эффективность ваших сотрудников и отследить риски возникновения непредвиденных расходов. И более подробно про все эти процессы расскажет моя коллега Виктория. Вика, тебе слово. Владимир, спасибо за такое подробное начало нашего вебинара. Да, коллеги, давайте уже приступим к более детальному рассмотрению нашей основной темы. Так как же нам все-таки оптимизировать затраты социалот МС? Когда мы начали готовить данную тему вебинара, одной из наших целей было рассказать о новой функциональности. Но, как мы знаем на опыте, новая функциональность, она не всегда может отразить, да, и указать на какую-то проблему. Поэтому мы задались вопросом, все-таки какая же основная боль транспортников. И она, конечно же, в расходах. Поэтому сегодняшний вебинар мы посвятим коллаборации двух тем. Это, да, там новая функциональность и оптимизация расходов. Затраты на логистику. В среднем у нас составляет 10-15% от бюджета компании. Поэтому доля расходов может увеличиться, если процессы настроены неэффективно. Поэтому, да, там одни из первых шагов к экономии бюджета – это у нас цепровизация и автоматизация логистических процессов. Для грамотного управления затратами в транспортной логистике необходимо оптимизировать все этапы транспортно-логистического процесса, да, там от способа перевозки до этапа оплаты счетов перевозчиков, да, там и начисления заработной платы водителя. И достаточный опыт позволил Axelot разработать новые продукты для решения сложных оптимизационных задач, маршрутизации, там укладки грузов, а также определение в режиме онлайн рисков на этапе выполнения рейсов. И возвращаясь, да, к теме сокращения расходов, предлагаем выделить три главных тезиса управления затратами. Ну, первое, да, там это учет расходов, временность и экспертиза. Пусть это, да, звучит банально, но расходы нужно учитывать. И мы говорим об этом, как бы, да, не просто так, а потому что, да, у нас заключаемый большой опыт, уже достаточно, да, количество пройденных проектов в части транспортной логистики, да, там заказчики разных сегментов, да, но сложилась тенденция, что в основном там, где ведется учет в собственном парке, происходит такая некая ваканалия в учете затрат. Кто-то ведет до сих пор, да, там, расходы на каких-то бумажных носителях, кто-то в Excel, кто-то часть, да, там, фиксирует в бухгалтерии, кто-то вообще, да, там, часть затрат нигде не ведет, и картина эта понимается как должное, и с этим никто ничего не делает. Такая работа, она неэффективная. Мы же говорим о том, что то множество затрат, которые у нас возникают на всем процессе перевозки, да, там, а именно, затраты на выполнение перевозки, что мы сюда вкладываем, мы вкладываем сюда страховки, услуги наемного парка, опять же, да, там, издельная заработная плата водителя, всякие дополнительные расходы, такие как растаможка, подъемы, растентовка, да, там, и прочее, прочее, да, плюс это затраты на обслуживание собственного парка, да, сюда там тоже можно включить затраты на топливо, на ремонт ИТО, также страхование, да, аренда гаражей и так далее. И все это должно учитываться и учитываться, да, в единой системе. Второй тезис, это у нас своевременность. Каждая затрата, она имеет свое время для учета. Есть затраты, да, там, на этапе первичного планирования, да, там, мы определили, сколько будет стоить в среднем рейсе по рынку, да, там, мы ищем перевозчика, да, там, или берем собственные машины. Дальше уже идет этап исполнения рейса, тут мы уже, там, ищем расходы на путевые листы, штрафы, да, там, и прочее содержание транспортного парка. Да, там, содержание транспортного парка, это вообще огромная куча, да, там, статей, которые тоже нужно учесть. И что нам это даст? Да, там, точнее, да, там, все эти затраты, их необходимо носить своевременно, да, там, они раз в месяц по его закрытию, да, там, и что нам это даст? Ну, во-первых, возможность, в принципе, понять, где у нас наибольший пробел в затратах, да, и второе, это принять решение уже в процессе исполнения рейса, да, там, в процессе каких-то порс-мажорах, да, имея некую такую аналитику, да, и понять, где мы можем потратить, и где нам нужно сократить. Ну, и третье, это уже экспертность. Все-таки затраты нужно правильно распределить для того, чтобы в итоге не только понять, где у нас пробел, но понять, да, еще какие именно затраты необходимо сократить. Потому что, да, вначале нам может казаться, что, да, там, затраты, которые подлежат сокращению, лежат на одной статье, да, а по факту мы поймем, что у нас оказывается, да, там, наиболее дорогая для предприятия и менее подконтрольная, абсолютно, там, другая статья. И давайте теперь рассмотрим, с помощью каких типовых средств, которые уже реализованы сейчас, мы можем оптимизировать расходы. Да, есть несколько функциональных, функциональностей, о которых, да, мы хотим рассказать, да, там, каждая, которая находится на своем этапе процесса транспортировки. Да, наиболее явный эффект, он выступает в маршрутизации. Но маршрутизация – это не панацея от всех бед, да, можно сделать качественную маршрутизацию, но на выходе получить неудовлетворительный эффект. Да, с чем это связано? То есть можно сделать огромное количество идеальных маршрутов, да, но есть ряд факторов, которые у нас появляются на этапе подготовительных работ, от выполнения рейсов или, да, там, на самом этапе исполнения рейса. Это мы говорим, да, о взаимодействии с перевозчиками, о фактическом движении, об отклонениях на маршруте, там, о некачественной работе водителей и так далее. И поэтому, да, предлагаем каждую из функций на слайде, да, рассмотреть более подробно. Да, и первое – это у нас АксилотСКАП. Что вообще такое АксилотСКАП? Это продукт, который предназначен для решения задач оптимизации логистических процессов. Да, среди наиболее частых задач такого рода можно выделить следующие – это задачи КМБ Ажора, задачи маршрутизации, задачи укладки груза, задачи перевалки грузов, задачи производственного планирования и так далее. Но, да, там не будем далеко уходить от темы и рассматривать задачи, а сконцентрируемся на маршрутизации. АксилотСКАП – это в первую очередь такая некая база знаний, которая содержится в головах многих ведущих логистов или сотрудников транспортного отдела. Да, сюда можно отнести такие, да, там, знания, такие как уникальные правила, доставки груза по разрезе клиента, ограничения по проезду, доступность геозон, пропускная способность склада, учет работы графиков водителей и транспорта, ну и много-многое другое, да. И когда наш продукт, он, продукт вообще, да, имеет возможность хранить себе такой огромный, да, там, пул знаний и настроек, он позволяет облегчить работу транспортного подразделения в части привязанности к сотруднику. Да, как показывает практика, даже, да, там, уход сотрудника, да, там, ведущего логиста в отпуск может, да, там, принести ряд сложностей в работе руководителей. Помимо этого, у нас появляется возможность снизить время планирования рейсов до получаса, да, например, если говорить о планировании, там, тысячи или двух заявок на перевозку. Как показывает практика, да, при ручном планировании такого количества, да, у сотрудника, да, там, уходит порядка двух часов времени. Сокращение уже, да, там, на данном этапе полтора часа времени сотрудника, да, можно посчитать условно экономию. Конечно, да, сотрудника на полтора часа раньше никто не освободит от работы, да, но в высвободившееся время, да, сотрудник, он может потратить, да, на какие-то другие внутренние задачи, да, например, поиск перевозчиков, поиск транспорта. Да, то есть, вот некоторые заказчики, да, на таких эффектах оптимизируют ОПЕКС, да, на численном составе сотрудников транспортного подразделения. И, да, коллеги, у нас все-таки тема расходов, да, поэтому система аргументирует свои решения при помощи стоимостной функции. Безусловным эффектом использования данной функции является подбор оптимального количества транспорта, да, там, и видов транспорта, исходя из текущего объема. Ну, и также там параметрическая настройка позволяет учитывать затраты на исполнение собственным и наемным паркам, и в результате уже выбрать наиболее оптимальное решение. От эффектов маршрутизации мы всегда переходим напрямую связанную функцию, да, там функция такая, как автоматизация учета движения топлива. В рамках, да, текущей функциональности, я повторюсь, да, тоже происходит такая некая, да, там экономия времени сотрудников, да, только здесь уже мы достигаем экономию времени для других, да, сотрудников компании и уже другими методами, да. Давайте рассмотрим, какими. Система ТМС, да, имеет возможность по заданию норм расходов в разрезе транспортной модели, да, и в зависимости от политики, принятой в компании. Но есть сотрудники, да, там, диспетчеры, механики, которые занимаются выпиской путевых листов. Ну, и опять же, по нашему опыту видим, что какие-то сотрудники данные вбивают в Excel, да, другие имеют некие, да, там, какие-то бумажные шаблоны, да, и дальше водители сами вписывают данные руками. Какие-то используют дополнительный функционал для диспетчеров. Но, да, там, одна из функций нашей системы состоит как раз-таки в том, что, да, там происходит автоматизация выписки путевых листов. Вторая функция – это контроль за движением топлива. Да, там, во-первых, мы можем получать детализированные данные по движению топлива за счет интеграции с телеметрическими сервисами, такие как Камником, Биалон и другие, да, там, и с помощью взаимодействия с топливными компаниями. То есть тем самым проводим аналитику затрат. И также контролировать расход топлива в режиме реального времени, что позволяет нам своевременно реагировать, да, там, например, большой пережок топлива. С чем связано? Может, да, там, недобросовестный водитель, который сливает топливо, или же, да, там, необходимо машину отправить ремонт для проверки топливной системы. И третья, да, такая функциональность – это такая синергия двух предыдущих пунктов, да, что она в себя включает. Ну, да, там, во-первых, да, там, сокращение времени за счет возврата путевых листов, да, система, она сама собирает данные, сама их рассчитывает. А нам не нужно ждать водителей, да, там, когда они вернут путевые листы. Водителям не нужно стоять в очередях, да, то, чтобы, да, там, опять же, там, вернуть эти путевые. Водитель вернулся с рейса, система записала данные. Если, да, там требуется акцептование путевых листов, то система подсвечивает, какие путевые листы необходимо проверить, да, потому что мы не сошлись по топливу, мы не сошлись по заправкам, потому что мы, там, не сошлись по показаниям механика. И, да, такой как итог, если мы говорим о парке в 10 машин, да, то в каком-то виде нам достаточно и одного сотрудника. Но если мы уже, да, там, говорим о машинах, да, там, более 10, то тут уже одним сотрудником надо не обойтись, да, либо это будет достаточно длительный процесс. То есть половина рабочего времени сотрудник будет заниматься теми функциями, которые система делает, ну, там, буквально за 2 минуты. И все остальное обрабатывает в режиме онлайн, без участия сотрудника. Да, там, это мы говорим об одном механике, да, или диспетчере. А если их двое, да, там, которые занимаются с двумя колоннами более, да, то затраты смело можно умножить на 2. Да, да, если с собственным парком мы разобрались, но текущая ситуация на рынке показывает нам, что, во-первых, у нас недостаточно машин, у нас недостаточно водителей. Хороших водителей удержать тяжело, да, и об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте просмотрим ситуацию, когда собственных машин, да, у нас недостаточно, и мы начинаем их искать на стороне. На стороне мы понимаем, что машины в большинстве случаев дороже, да, если мы не говорим о магистральных перевозках. Соответственно, использовать сторонний сервис дороже, чем собственный. Но и расходами на внешний сервис мы можем управлять и стараться снизить их путем автоматизации или дополнительной мотивации перевозчиков. Если говорить об автоматизации, да, там первая система позволяет нам заносить тарифы каждого перевозчика. Далее из этих, да, там, тарифов по заданным правилам система может автоматически подбирать перевозчика согласно его доступности, согласно его ресурсам возможности, да, там, согласно его, да, там, учета стоимости его услуг. То есть система на, да, там, на этапе назначения исполнителя сама выберет перевозчика с наименьшей стоимостью. Также, да, существует несколько других сценариев, как получить тарифы более дешевле. Ну, да, там, во-первых, там можно провести какой-то долгосрочный тендер. Или же, например, использовать учет долевого распределения. Да, опять же, на самом деле, делая отсылку, да, там, на предыдущий опыт, на предыдущие проекты, не все используют возможности закрепления перевозчиком за маршрутом. Хотя такое взаимодействие, оно позволяет нам получить более выгодные тарифы. То есть, да, там, мы даем перевозчику гарантии, да, даем перевозчику рейсы, а он уже нам дает существенную экономию тем, что снижает, да, там, стоимость своего транспорта. Наша система, да, и такие кейсы позволяют обрабатывать, да, система автоматически подберет перевозчика, да, на рейс согласно заданным условиям. Да, там, помимо этого, мы знаем, что существуют разные ситуации, да, там, нужно срочно найти машину. Для этого предусмотрен тендер. Тендер в системе как раз-таки покрывает функцию поиска перевозчика. Но все-таки, да, там, наша цель найти не просто перевозчика, а с более выгодной для нас ставкой. Если вы в работе не используете внешние порталы, то, пожалуйста, используйте внутренний, он, да, там, бесплатный для вас, он, да, там, бесплатный для ваших перевозчиков. То есть это ваш собственный портал, вы сами задаете правила работы перевозчиков и сами, да, там, настраиваете его под свой формат и под свое удобство. Да, какие вообще преимущества тендера, да, он позволяет нам мотивировать перевозчиков снижать ставку. Да, там, как вариант, давайте, да, там, покажем, что перевозчик со своим предложением находится, да, там, на определенной позиции, например, там, третье, второе место. Пожалуйста, тем самым мы подталкиваем перевозчика снизить цену, да, и забрать рейс себе. То есть перевозчику достаточно немного, да, там, снизить ставку и занять первую позицию, да, там, мы получаем тем самым наиболее выгодное предложение, перевозчик получает работу. Если вы в работе используете внешнюю площадку, да, там, для того, чтобы попасть на эту площадку, всегда, там, сотруднику нужно подготовить данные, завести заявку, перенести там, да, какую-либо информацию, которая, да, там, ведется, например, на стороне НСИИ в учетной системе, да, на саму эту площадку. Мы же предлагаем интегрироваться с данной площадкой, работать в режиме одного окна, интегрироваться даже с несколькими площадками. То есть, да, вся статистика и результаты тендерных работ, они будут представлены в ТМС. Не нужно выгружать внешнего портала данные. Все в одном месте, все настроено согласно вашему формату и удобству. Да, также эти результаты можно не только учесть, да, но и использовать в других этапах взаимодействия с перевозчиком, да, там, например, для определения того же самого KPI и прочее, прочее. Также, да, там у системы есть множество функций по оповещению, по пушингу менеджеров, да, которые ответственны как за внутренние, так и внешние порталы. Да, уже на этапе, когда рейсы выполнены, вы ждете реестр, ждете счета. Соответственно, да, перевозчик передает документы в бухгалтерию. Ошиблись, не ошиблись. Да, там, это какое-то время. То есть система может это контролировать, и после того, как согласовались с подрядчиком, да, реестр перевозок, тогда только формируется счет. Соответственно, экономия времени, да, там, диагностируем ошибки сразу. Да, там, если мы с вами решили вопрос, да, там, подбора перевозчика, перевозчики нами выбраны, и начинается самое интересное. Мы все используем, пользуемся услугами такси через мобильное приложение, да. Практически все поставщики таких услуг предоставляют нам возможность видеть те машины, и как же мы все переживаем, да, машина долго стоит на одном месте. Когда она вдруг разворачивается, у нас сразу же начинается паника, да, там, вдруг он отменит заказ, вдруг я опоздаю в аэропорт и так далее. И аналогичная ситуация в перевозках. Но за каждой машиной не усыдишь. А сажать человека, который, да, будет отслеживать все, да, там, просто, например, смотреть в экран, но это неинтересно, это дорого и это не нужно. Система, да, сама определит возникновение риска и либо предупредит, либо предложит варианты, как с ними справиться. Вообще, да, что такое RTVP? Это компонента, которая позволяет нам на основании полученных данных, да, там, с датчиков, с картографией, выполнять мониторинг в реальном времени, при выполнении рейса. Да, тоже, да, как мы знаем, более качественные данные мы, конечно, получим от датчиков, да, хоть датчики в основном устанавливаются на собственные машины, но, да, как же нам в таком случае делать с привлеченным транспортом? Редко, когда перевозчики, да, там, предоставляют доступ в своей телеметрии. Но это не значит, что никогда. Да, всегда есть исключительные моменты, да, часто это зависит от объема, да, там, который, да, там, вывозит перевозчик, да, там, от взаимоотношений с данным перевозчиком. Да, и вот как тогда происходит исполнение рейса в таком случае? Да, на каждом этапе мы получаем данные, где находится машина, когда машина подъезжает на загрузку, когда она подъезжает на выгрузку. Мы это все зафиксировали, подключившись к телеметрии, да, как только видим, что водитель закончил рейс, мы его отпускаем. Если такой функции нет, то, пожалуйста, есть мобильное приложение, собираем данные оттуда. Аналогично, да, там, трекинг забрали, водитель отметил себя в прохождении точек маршрута, да, там, водителя с машины отпустили после выполнения рейса. Да, там, помимо этого, функция в TVP, она имеет, да, там, свои алгоритмы, имеет возможность интегрироваться, да, как я уже сказала, с сервисами картографии и с сервисом скапа. Для того, чтобы, да, в моменте нам также, да, там, определять, где находится машина, сколько времени ей нужно доехать до последующей точки, да, там, как это отразится на всех остальных точках, да, то есть мы спланировали рейс, да, там, а сегодня, например, какое-то перекрытие, да, там, авария, не знаю, пробка и водитель стоит на месте, да, это все то, что не спрогнозировать заранее. Система может спрогнозировать, как это все отразится на фактическом маршруте, да, если она определяет те точки, да, там, в которые мы начинаем опаздывать, то благодаря скапу она формирует альтернативный маршрут и позволяет пользователю выбрать, мы останемся на фактическом маршруте или выберем все-таки альтернативный, да, но стоит отметить, что альтернативный — это не всегда попытаться успеть, да, но это еще учесть, да, что есть какие-то приоритетные клиенты, есть, да, там, точки, в которые нельзя опаздывать, есть точки, которые, наоборот, да, там, приезжать раньше не нужно, да, там, то, соответственно, мы это все учитываем на этапе формирования альтернативного маршрута, ну, и, соответственно, дальше делаем выбор. Опять же, да, там, коснемся оповещения. Есть ряд сотрудников, которые следят за выполнением рейса, и у них разная зона ответственности, да, если машина у нас попала в аварию или, да, там, какой-то датчик спиксирует сигнал тревоги. Мы отправляем данные, да, там, не только логисту, но и механику, да, также, что касается опоздания в точку, мы помещаем не только логиста, да, там, но и менеджера, который в дальнейшем уже, да, там, предупредит клиента, да, там, договорится с ним о возможности переноса, да, там, выполнения работы или, да, там, опоздания или найдет какие-то другие иные выходы из ситуации. Да, там важно еще учесть, что RTVP – это контроль не только над машиной, но и над водителем. Еще раз акцентрируем внимание, что хороших водителей на рынке очень мало. Хорошие водители хотят либо много денег, либо комфортные условия, да, если за деньги это решать вам, то комфортные условия – это задача, которая может быть частично решена системой ТМС. Да, там, в рамках вебинара мы разделили на финансовую и нефинансовую мотивацию водителей. Если мы говорим о финансовой мотивации, то это оплата за рейс как сдельная заработная плата, да, то есть, исходя из показателей рейса, исходя из фактических показателей выполнения рейса. Система, она самостоятельно все рассчитает, да, не нужно ждать водителя, чтобы ему там что-то посчитать, потом 10 раз справить. Система выполнит это все за вас. Да, также премирование сотрудников, да, например, по факту выполнения работ, не относящихся к сдельной плате, да, а также система сама посчитает, да, там, если необходимо, кто во сколько приходит на работу, да, там, качество вождения, расход топлива, своевременность доставки, да, там, также количество выполняемых точек, да, то есть, как пример, да, водитель может ездить аккуратно, да, там, но выполнять всего две точки. А у другого, возможно, имеются некие, да, там, опоздания, но он выполняет 30 точек. То есть эта система все зафиксирует и, опять же, посчитает, да, там, на основании этих показателей климат. Да, если рассматривать нефинансовую мотивацию, да, нефинансовая мотивация, это у нас взаимосвязь, да, там, между качественной работой и качественными условиями. Работа, вопрос качественной работы, давайте, да, задавать водителю рамки дозволенного, да, как мы это можем сделать? Мы включаем контроль, контролируем штрафы, контролируем качество движения, контролируем качество доставки, формируем KPI каждого сотрудника. Соответственно, да, качественно выполненная работа дает возможность получить какие-то комфортные, да, условия. Например, да, если у нас маршрутизация каждый раз разная, нет каких-то постоянных маршрутов, да, то зачастую между водителями создается некая такая борьба за вкусные рейсы. Водители смотрят друг на друга, задаются вопросом, да, почему у кого-то такой хороший рейс, а мне достаются не очень. Соответственно, да, там могут возникать какие-то конфликты, да, там между сотрудниками и недопонимания. Это никому не нужно. Пожалуйста, да, у нас есть KPI. Дайте понять водителю, да, будь хорошим работником и получи возможность выполнять, да, удобный и вкусный рейс. Да, также, что касается комфортных условий, да, есть водители, да, там, например, есть водители, которым разрешено уезжать домой, да, там, на машине, да, там, предприятие, да, и парковать ее возле дома. Можем же мы сделать маршруты, чтобы они заканчивали не в другом конце города, да, соответственно, это время водитель потратит не на проезд домой, да, а на выполнение, например, еще одной точки. Да, при этом мы не только делаем комфорт, да, но и снижаем пробег машины. Помимо этого, да, там, мы еще оптимизируем рабочее время водителей, да, мы не заставляем водителей стоять в очередях за путевыми листами. Мы даем, да, там, достаточно понятный маршрут. У него есть полный план на день, все расписано, все понятно. Вот, да, коллеги, мы с вами, да, там, подробно рассмотрели методы оптимизации операционных затрат, да, там, теперь передаю слово Владимиру, он уже затронет тему оптимизации затрат через призму капиталовложения. Спасибо, Вика. Я думаю, это был очень подробный рассказ про наши сервисы. Ну, сейчас я хотел бы немного подытожить, привести какие-то факторы из нашей жизни. То есть, исходя из вышесказанного, думаю, объективно можно сделать вывод о том, что внедрение Axelot TMS X5 с использованием наших модулей SCAP, RTVP и Axelot Maps дает существенное преимущество в экономии операционных затрат. Если перейти от теории к практике, с некоторыми нашими клиентами мы провели ряд исследований и получили довольно интересные результаты. У всех участников исследования сократился суммарный пробег транспорта, что повлияло и на сопутствующие затраты, то есть это снижение расхода ГСМ, снижение монтизации транспортного средства. Существенно сократилось время планирования маршрутов, а вместе с этим и трудозатраты логистов. Существенно сократилось время планирования маршрутов. Ага. Кроме того, за счет объективной тарификации и возможности проведения тендера на перевозку у наших клиентов сократились затраты на привлечение наемного транспорта. Если посмотреть со стороны косвенной экономии, то это и увеличение объемов перевозок за счет освободившихся мощностей, рост производительности труда как логистов, так и водителей, повышение лояльности клиентов и конкурентоспособности компаний на рынке, ну и в целом повышение эффективности инвестиций. Итак, про ОПЕКС мы довольно подробно поговорили. Теперь давайте прозрачняем немного о том, как ТМС влияет на КАПЕКС. Ведь ТМС внедряется в уже действующий бизнес, и первоначальные инвестиции у большинства компаний, они уже произведены. Мы видим следующие пути оптимизации, то есть либо это увеличение срока эксплуатации транспортного средства за счет обслуживания своевременного и снижения суммарного пробега, либо это сокращение потребности приобретения новых транспортных средств в случае роста бизнеса или появление, например, каких-то дополнительных каналов продаж, как пример доставка интернет-магазинов. Возможно, у вас какие-то еще могут быть. То есть здесь вы уже, исходя из своего опыта и глядя там через призму именно своей компании, понимаете, какие пути у вас могут быть. Что имеется в виду? Это пример. То есть, например, у вас есть 10 машин, после внедрения ТМС, вы понимаете через какое-то время, что у вас достаточно загружены полноценно, скажем так, только 7 из них. Соответственно, у вас появляются определенные ресурсы, и вы сами принимаете решение уже, как их использовать. Резюмируя, можно выразиться следующим образом. То есть либо вы увеличите период, на который относится этот же размер капекса, либо вы получите рост бизнеса при тех же затратах. Что ж, коллеги, вот мы подошли к финальной части нашего сегодняшнего вебинара. И прежде чем мы перейдем к блоку вопросов, я хочу немного рассказать о наших планах. Будет еще один вебинар. Не пропустите. В нем мы рассмотрим возможности оптимизации капитальных и операционных затрат с точки зрения реализации IT-проекта. Если эта тема вам интересна, можете поставить плюсики в чат, огонечки. За анонсом следите на нашем сайте и в телеграм-канале. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Туда мы через какое-то время выложим и этот ролик. И вы можете посмотреть предыдущие наши вебинары. Вот сейчас предлагаю перейти к блоку вопросов.